Здравствуйте! В эфире новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век» в студии Чинчи Кашпыкол. Коротко о главном. Накануне в Кызыле праздничным концертом отметили День шахтера. Правительством Тувы принято постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по республике Тыва за второй квартал 2017 года. Автопарк регионального МВД пополнился, а передвижной пост полиции отправился в западные районы республики. А теперь об этих и других событиях более подробно. В канун празднования Дня шахтера в Центре традиционной тувинской культуры и ремесел состоялось награждение лучших сотрудников угледобывающей отрасли Тувы. В торжественном собрании приняли участие три поколения. Это ветераны, работники и ученики шахтерских классов Кызыла. Все подробности далее. В этом году угледобывающая отрасль России отмечает двойной юбилей. Это 70-летие самой праздничной даты и 295-летие с начала официальной угледобычи в стране. Накануне празднования Дня шахтера в торжественном собрании приняли участие три поколения. Это ветераны, работники отрасли и ученики шахтерских классов Кызыла. Шахтер – это очень известная профессия, потому что с ее помощью наша страна добывает уголь. Это важный стратегический ресурс. Мы укрепляем наше стратегическое положение. Я считаю, что это очень важная профессия. Собравшихся поприветствовали председатель парламента Тувы Канул-Дава и министр топлива и энергетики республики Роман Каженол, которые особую благодарность выразили в адрес тех, кто отдал добыче полезных ископаемых многие годы своей жизни. Все выступающие сказали, все слова благодарности от себя лично хотел пожелать всем крепкого здоровья, безопасной работы, удачи, благополучия вашим семьям и вашим близким. С праздником еще раз. Далее, за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, весомый личный вклад в создание безопасных условий труда в угольной отрасли республики и в честь 70-летия празднования Дня шахтера, лучшие сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Среди награжденных Екатерина Изместева, представитель Тувинской горнорудной компании. Женщина признается, что ее профессия лаборанта играет не менее важную роль в системе угледобывающей отрасли. Без лаборанта там никак. Вода в котлы нужно поступать, чтобы она химочищенная была, всяко-разно. Чтобы чистая, это могут и взрывы быть, и всяко-разно там, следить за ней обязательно. Регенерацию делать это обязательно. Фильтра это очищать, соль, чтобы не попала, не дай бог, чтобы в котлы-то не попала, чтобы. Сегодня в угледобывающих предприятиях Тувы трудятся свыше тысячи человек. Угольная промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только Тувы, но и всей страны предстоящей зимой. Чинчика Шпукол, Буяна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». И в продолжении темы. 27 августа состоялось празднование Дня шахтера на площади Арата. Работников угольной промышленности поздравил глава республики Шалбан-Караул и вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Тыва. Традиционно праздник ознаменовался выступлениями звезд российской и тувинской эстрады. В этот раз в республику приехали финалисты шоу «Голос-4». Это Витольд Петровский, Эракан и Иеромонах Фосий. Подробнее расскажет Диана Баенбугус. Угольный разрез Кахемский, переживший за свою историю многое – эпоху перестройки, период производственного рассвета и финансового кризиса. На протяжении многих лет предприятие являлось монополистом по добыче угля на территории республики. В настоящее время угольный разрез Кахемский, включающий Кахемский и Чаданский участки, принадлежит тувинской горнородной компании. Сегодня на угольном гиганте Тувы трудостроено около 600 человек. На праздновании Дня Шахтера глава Тувы Шалбанк Ролл вручил работникам угольной отрасли государственные награды и благодарственные письма. Указ главы республики Тува за многолетнюю добросовестную работу в угольной промышленности объявить. Благодарность главы республики Тува Андросову Владимиру Тимофеевичу, токарю ремонтно-наладочного участка Тувинской горнородной компании. Машинист эскаватора Чаданского участка горных работ Шаргайол Карасал стал обладателем нагрудного знака «Шахтерская слава» третьей степени. Почетная грамота Министерства энергетики России вручена первому заместителю генерального директора ЗАО Тувинская энергетическая промышленная корпорация Андрею Чурину. Почетного звания заслуженный работник Тувы удостоился Владимир Мангуш. Почетная грамота главы Тувы вручена Владимиру Вертипрахову, машинисту эскаватора участка горных работ Тувинской горнородной компании. Указом президента России почетного звания заслуженный «Шахтер» удостоен Сергей Козлов. Он работает водителем в Тувинской горнородной компании. Конечно, слова благодарности своему разрезу народу, который и правительство, что выбрали меня. Работал на Белазе. Сейчас сын меня уже пришел, начинает меня замещать. Ну и дальше еще сколько будет сил и возможностей, буду работать. В последнее воскресенье августа козылчане и гости столицы традиционно отмечают День Шахтера под выступлением известных российских странных звезд. В этом году порадовать жителей Тувы приехали финалисты проекта «Голоса-4». Соединяющим мостиком между местными артистами и приглашенными звездами стала участница шоу «Голос дети» Айкас Кыргыз. Из приглашенных артистов, финалистов проекта «Голоса-4» первым на Тувинской сцене выступил Виталий Петровский. Здесь все супер, здесь очень добрые люди. Я сегодня фотографировался, и каждый фотографируется и обнимает. Вы сами все видите, люди шум создают, люди дарят эмоции, идет такой взаимообмен. Это то, что надо лично мне, мне большего не надо. Я начал смотреть горы, реки. Я больной рыбак. И когда мне сказали, что здесь замечательная рыбалка, я расстроился, что я без удачи. Ан сообщила журналистам, что немножко завидует жителям Тувы, так как здесь чистейший, на ее взгляд, воздух. Доехали мы очень хорошо. Мы, к сожалению, не успели посмотреть город, но у нас есть завтрашний день, полный, целый день. И я планировала провести очень активно, прогуляться, посмотреть на красоты. Конечно же, если бы была возможность, я бы поднялась повыше, горам бы посмотрела. Потому что даже когда, представляете, я была на Эльбрусе, это же горнолыжный как бы курорт, ничего подобного. Я скатывалась с горы на попе, поэтому завтра буду тоже искать очень экстремальные виды спорта для себя, которые запомнятся на всю жизнь. Последним на сцену вышел иеромонах Фотий. На вопрос, как совмещать и церковную службу, и музыцирование, иеромонах ответил, что одно другому не мешает. И приобщает веру людям через прекрасное, а именно через музыку. Серая птица весной из далеких веков Я к тебе прилетаю, миловежская пуща Серая птица весной из далеких веков Я к тебе прилетаю, миловежская пуща Я замечательно добрался, конечно, на перекладных, то есть сначала на самолете, потом еще на машине долго. Но вот эти красоты, которые я увидел из окна автомобиля и даже выходил, чтобы специально пофотографировать, они, конечно, компенсировали весь этот тяжелый путь. Я слышал тувинское пение. Раньше увлекался, ну, просто слушал разное этническое пение, и вот в том числе тувинское. Такое чисто эстетически. Я получаю удовольствие именно от того, что я вижу здесь. Диана Баэмбул, Сарис Ховалых, телекомпания «Нови». К новостям экономики. Правительством Тувы принято постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за второй квартал 2017 года. Данный документ подготовлен Министерством труда и социальной политики Республики. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике рассчитывается ежеквартально на основании потребительской корзины и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики региона по уровню и индексов потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги и расходов на обязательные платежи и сборы. Постановлением установлена величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за второй квартал в 2017 году в сумме 9 845 рублей, для трудоспособного населения 10 168 рублей, пенсионеров 7 764 рубля и для детей 10 347 рублей. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за второй квартал этого года по сравнению с величиной прожиточного минимума за первый квартал увеличилась на 139 рублей, для трудоспособного населения на 177 рублей, для пенсионеров на 110 рублей и для детей на 96 рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 15 копеек, а евро 69 рублей 70 копеек. Далее небольшой блок рекламы. Не переключайтесь. Деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр Лакомка, второй этаж. КОНЕЦ Это новости на канале Новый Век. Мы продолжаем. Автопарк регионального МВД пополнился. Передвижной пост полиции был приобретен за счет республиканского бюджета. Стоимость специальной техники составила свыше 3,5 миллионов рублей. Эти финансы были выделены в рамках государственной программы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в республике Тыван на 2017-2020 годы. Глава ТУВИ Шалбанка Раул лично осмотрел мобильный пост полиции и проверил его комплектацию. Передвижной пункт выпущен на базе шасси Урал. Внутри находятся три специальных помещения для содержания задержанных, для составления процессуальных документов и санитарная комната. Также есть автономный обогреватель, сигнальное громкоговорящее устройство и независимый генератор электроэнергии. Основная цель приобретения машины – предотвращение нелегальных поставок в республику алкогольной и спиртосодержащей продукции из других регионов. Передвижной пост полиции отправился в западные районы республики. В мере города Агдаурака администрация Барунхемского кожуна и администрация Байтагинского кожуна. Вот эти три муниципальные образования будут совместно владеть этой автомашиной для того, чтобы совместно с правоохранителем, прежде всего с МВД, работать на то, чтобы профилактировать вот эту вот работу, направленную на искоренение выхода пьяных водителей на дорогу. Это изначально преступники профилактики, а может быть, опять же, искоренение преступности, связанное с наркопреступлениями. И особо, конечно, я возлагаю надежды на то, что это будет заслон поступлений сюда суррогатной водки. В минувшую пятницу представители ОНФ, волонтеры молодежного движения «Добрые сердца» Тувы и сотрудники управления МЧС республики вышли на набережную реки Енисей, вооружившись перчатками и мешками для мусора. Как отмечают организаторы субботника, такого свинства в прямом смысле никто еще не видел. Весь берег был усыпан пластиковыми и стеклянными бутылками. Наша съемочная группа также приняла участие в субботнике. Сотрудники регионального МЧС ежегодно принимают участие в экологических акциях. В этом году сотрудники ведомства присоединились к Общенародному народному фронту. В экологической акции в рамках проекта ОНФ генеральная уборка подключилась, и молодежь в лице представителей движения «Добрые сердца» Тувы. Было собрано около 80 мешков мусора на территории набережной Енисея протяженностью в километр. Вывезли целый камаз отходов. Что я думаю, кто постоянно мусорит? Ну, видимо, эти люди думают, что за ними кто-то уберет. Вот. Но все-таки мы убираем не за теми, кто мусорит, а просто для себя, чтобы было чисто. Участники экологической акции не скрывали своего возмущения. Имея такие красивые пейзажи при развивающейся туристической отрасли в Туве, мусорят сами жители республики на своей же родной земле. Причем такую картину можно наблюдать вдоль всей линии берега. Мы, активисты «Добрые сердца» Тувы, подключились к этой акции, потому что мы любим республику. Мы любим республику, хотим видеть ее чистым. К сожалению, сейчас на данный момент есть такая проблема. Наша республика отдыхающая, оставляет после себя такую грязь. И придется нам это все убирать от этого. И я хочу призы сделать, пожалуйста, убирать за собой. И сегодня наша мечта сбылась. Это давно мы хотели вот эту часть убрать от мусора. ОНФ нам помогли. Спасибо вам. Конечно, никому не запретишь отдыхать на лоне природы, рассказывает Кудырмажа. Но необходимо хотя бы преодолеть свою лень. Просто убрать за собой, увезти и выбросить мусор в специально отведенное место, в контейнер. Считаю, что те, кто мусорят, особенно в такой территории, как Правый берег, где люди отдыхают, что они, грубо говоря, очень плохие люди, можно даже сказать, свиньи. И хотелось бы еще сказать, чтобы каждый человек брал бы с собой мусорный мешок, убирал бы за собой. Не было бы такого скопления мусора, как сегодня. У нас было около 50 человек в общем. Мы пошли, убрались. Это заняло буквально два часа, можно сказать. И все очень устали. Если каждый человек будет убирать за собой, то такого не произойдет. Люди не будут... Ну, все будет чище, все будет гораздо красивее. Активист Общероссийского народного фронта уверен, следуя канонам уважительного отношения к родине и природе, можно уверенно сказать, что наши красоты республики не будут испорчены бескультуреем жителей Тувы. Диана Боембогусерис, Ховалы, телекомпания «Новек». Далее эфир продолжит новости короткой строкой. Школа Тувы готова к началу учебного года на 100%. Процесс приема завершен. Подписано 424 акта готовности и паспорта безопасности. Об этом главе республики Шалбану Каролу сообщила министр образования и науки Тувы Татьяна Санча. Общая прогнозируемая численность школьников в будущем учебном году составит свыше 65 тысяч человек. 1 сентября впервые двери школ откроются для 7463 первоначалов. Всего в Туве функционирует 424 образовательных организаций. 18 августа информационный центр Национальной библиотеки имени Пушкина возобновила курсы для пенсионеров по обучению, работе на компьютере и в сети интернет. Срок обучения – один месяц. Для подробной информации обращаться по адресу улица Ленина, 21, 2 этаж, 10 кабинет, информационный центр. Президент России Владимир Путин поручил разработать в стране систему долговременного ухода за пожилыми людьми и предусмотреть в бюджете на следующую трехлетку средства на ее внедрение в пилотных регионах. Разработать комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающие сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, полустационарной и стационарной форме с привлечением к патронажной службе и сиделок, а также в поддержке семейного ухода, говорится в поручении, адресованном правительству России и агентству стратегических инициатив. Срок исполнения установлен до 30 октября нынешнего года. Перед уходом в лесные массивы обратитесь в единую дежурно-диспетчерскую службу в целях обеспечения безопасности граждан, которые собираются в лесные массивы за сбором ягод, грибов и кедровых шишек. Дежурно-диспетчерская служба вашего района принимает контактные данные, маршрут и сроки пребывания в лесном массиве вашей группы. В эксельной ситуации звоните в 101 или в 112. Телефон горячей линии службы ГОЧС ТУВЫ 8 394 22 3 16 16. В соответствии с указом главы ТУВЫ об объявлении Дня Енисея с 23 по 26 сентября пройдет республиканская акция «Оберегай Енисей». Цель проведения акции – привлечение внимания учащихся в проблеме загрязнения реки Енисей, снижению негативного воздействия на окружающую среду и пропаганде экологических норм и правил. В субботу 26 августа в Республике Крым открылась восьмая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида. Молодые журналисты». В течение недели Общероссийский народный фронт, который является организатором смены, проведет образовательную программу для порядка 300 молодых людей, ищущих себя в журналистике или уже посвятивших себя медиасфере, а также блогеров и других. Уже в ходе первого дня участники форума обсудили с представителями федеральных СМИ проблемы развития печатной прессы, телевидения, тренды социальных сетей и блогов. ТУВУ на форуме представляют два журналиста. Это корреспонденты газеты «Тувинская правда» Виктория Лачугина и телекомпании «Новый век» Чинчи Самбуга. Смена пройдет с 26 по 31 августа. Каждый образовательный день будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНАФ. Это генеральная уборка, дорожная инспекция ОНАФ, карта убитых дорог, работе Центра ОНАФ по мониторингу благоустройства городской среды, народная оценка качества, равные возможности детям и за честные покупки. Также для участников организована площадка, где проходят творческие встречи с известными журналистами и медиа-менеджерами. Мы уже познакомились с представителями ведущих СМИ страны. Это Евгений Бекасов, главный редактор «России-24», также главный редактор Международного информационного агентства «Россия» сегодня и телеканал «Раша Тудей» Маргарита Симоньян. Кроме того, участников форума разделили на профильные школы. Это получается интернет-СМИ, печатные издания и телешкола, в которые входят представители разных федеральных СМИ. Также в рамках работы телешколы проходят встречи с сотрудниками телеканала «Россия-24». Это ведущий новостей Роман Плюсов, специальный корреспондент Николай Соколов, режиссер телеканала Александр Петровский и оператор программы «Вести» Сергей Рубанов. А сейчас о погоде. В течение суток по республике ожидается переменная облачность, ночью и днем местами небольшой дождь, возможно гроза. 29 августа местами в земледельческой зоне региона ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 26, плюс 28. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»